Здравствуйте дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы разговор о медицине. И сегодняшняя наша тема посвящена замечательной такой работе, замечательной службе. Это территориальный фонд обязательного медицинского страхования. И у меня в гостях в студии находится Буцкая Екатерина Владимировна, директор этого территориального фонда обязательного медицинского страхования. Здравствуйте! Здравствуйте! Екатерина Владимировна, у меня такой первый вопрос, что конечно мы не можем обойти эту тему сегодня стороной, потому что она у всех на слуху. И сейчас очень много работы в этом направлении идет. Практически ни одного дня не происходит сейчас, чтобы какие-то не делали соответствующие шаги, какие-то решения принимались на уровне государственной власти. На всех уровнях власти причем. И вы прекрасно об этом знаете, сориентированы, я тоже об этом знаю. Но все-таки какие-то, может быть, вы расскажете о главных событиях, связанных с эндемической этой ситуацией, в отношении которых идут эти решения государственной власти. И, может быть, касающиеся именно вашего функционала, вашей именно работы. Конечно, действительно, фонд медицинского страхования – это некая кровеносная система для наших медицинских учреждений. Потому что это непосредственно финансирование медицинских учреждений через именно обязательно медицинское страхование. То есть мы понимаем, что есть как бы три основных источника. Это обязательно медицинское страхование, это непосредственно региональный бюджет, ну и, конечно, предпринимательская деятельность, в рамках которой работают медицинские учреждения. И порядка более 80% в структуре источников финансирования медицинских учреждений является именно средством обязательного медицинского страхования. И поэтому сейчас в этих условиях, в условиях повышенной готовности, в условиях коронавирусной инфекции, фонд ведет очень активную работу, так как те нормативно-правовые акты, которые выходят как на федеральном уровне, так и на региональном уровне, они непосредственно требуют нашего участия. Что хотелось бы отметить? Это реализация обязательного медицинского страхования. То есть нужно сказать, что данные документы говорят о том, что сейчас вот в этих условиях полностью приостанавливается диспансеризация населения и профилактический осмотр. Соответственно, какое дается поручение фонду? То есть поручение фонду включить этот среднедушевой норматив на амбулаторную помощь. То есть все, что сейчас не те объемы, которые у нас не будут осуществляться в рамках диспансеризации и профилактического осмотра. Соответственно, сразу же фондам нашим, ну, любому цитатуральному фонду было дано такое поручение. И мы своевременно, значит, изменили подушевой норматив с 1256 рублей до 1565 рублей. То есть плюсом там порядка около 313 рублей выходит. И, соответственно, это сделано прежде всего с целью перераспределения вот объемов. И, соответственно, чтобы наши медицинские учреждения не страдали в случае вот приостановки диспансеризации, а действительно имели вот возможность получить вот этот среднедушевой норматив именно в амбулаторных, по амбулаторной помощи. Тем более, что помощь продолжает оказываться. Да, конечно. То есть, несмотря вот на такие сложные условия, становится на первый план и работа в целом с оказанием медицинской помощи населению. Потому что, кроме, мы понимаем, что пневмония, УРВИ, ну, есть же и различные виды. Да, и поэтому нужно сказать, что тоже 432-м постановлением говорится о том, что, возможно, плановая госпитализация. С учетом, если есть направление врача, либо направление Министерства здравоохранения Ульяновской области. То есть, при наличии этих направлений, направления врача, плановая госпитализация возможна. То есть, конечно, ограничивается, но, тем не менее, она возможна, потому что мы понимаем, что в этих условиях нужно оказывать определенную помощь. Конечно, это не относится к онкологическим заболеваниям, это не относится к сердечно-сосудистым заболеваниям, заболеваниям эндокринной системы, диализом. Ну и, конечно, экстренной помощи, она в любом случае оказывается в соответствии с объемами. Что еще хотелось бы отметить, что, конечно, сейчас ставится вопрос правительствам, а как же сохранить финансовую помощь медицинским учреждениям, несмотря на то, что немного сокращена плановая госпитализация. И понятно, что сейчас многие учреждения будут тоже терять в объемах, и, соответственно, тоже принято решение о том, что все-таки осуществляется стопроцентное авансирование медицинских учреждений, исходя из среднего, сложившегося по итогам последних трех месяцев. Это мы говорим, Максим Владимирович, о тех учреждениях, где есть стационарное лечение, да? Это, да, учреждения, которые действительно, допустим, на сегодняшний день ограничены, то есть понятно, что только в направлении врача, и ограничены вот в таких полных объемах. То, соответственно, да, 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 и, соответственно, значит, в целом медицинским учреждениям вот в этих условиях будет оказываться стопроцентное авансирование, исходя из среднемесячного объема. Да, то есть это определенная поддержка со стороны обязательного медицинского страхования наших медицинских учреждений. Конечно, ставится вопрос о том, что вот те медицинские учреждения, которые сейчас непосредственно связаны с работой с коронавирусом, они тоже имеют большую двойную нагрузку. И здесь правительством, вот нормативно-правовыми актами закреплено, что будут представляться межбюджетные трансферты. Вот, данные межбюджетные трансферты, они будут представляться сначала из федерального бюджета, бюджета субъекта, а затем, значит, непосредственно из бюджета субъекта будут представляться межбюджетными трансфертами в территориальный фонд медицинского страхования в нормированный страховой запас. И уже вот из этого нормированного страхового запаса будет осуществляться финансирование медицинских учреждений, которые сейчас непосредственно связаны там, где есть пациенты находятся с коронавирусом, там, где будут у нас организованы обсервации для размещения больных пневмонии с рисками на коронавирус и так далее. То есть данный перечень медицинских учреждений, он будет утверждаться указом губернатора, и, соответственно, средства, которые будут идти из федерального бюджета, ну, и из фонда, затем в дальнейшем из фонда, то вот именно согласно данного перечня, который будет утвержден указом губернатора. Конечно, между этими учреждениями будет заключено соглашение, форма соглашения тоже будет разработана фондом медицинского страхования. То есть вот в рамках того, что я сказала, что изменяется средний подушевой норматив, вот он увеличивается, то есть это порядка 397 миллионов будет переспределено на амбулаторную помощь. Вот, и, соответственно, уже сейчас по итогам апреля будет понятно, какие выпадающие доходы вот этого перечня медицинских учреждений, и уже тогда будет определена сумма вот из федерального бюджета. Ну, и мы знаем, что сейчас вот в Ульяновской области буквально уже последним, 976-м у нас, значит, распоряжением правительства выделяются средства на стимулирование врачей, среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала для тех, кто действительно работает с данными пациентами. Только хотел спросить его уже на два шага вперед, потому что тоже многих волнует очень этот вопрос. Это действительно так, значит, при этом, я думаю, что тоже многие уже смотрели средства массовой информации, 80 тысяч это врачам, соответственно, 50 тысяч среднему медицинскому персоналу, 25 тысяч это младшему медицинскому персоналу, вот, и по скорой помощи врачей 50 тысяч, среднему медицинские и младшему медицинские по 25 тысяч. Ну, это сотрудники, которые непосредственно работают с пациентами именно COVID-19. Именно, вот. Ну, и вы знаете, что и губернаторам было принято решение тоже об оказании стимулирующей... Сотруднику амбулаторной помощи, да. Да, да. То есть здесь тоже, в общем-то, регион всегда постоянно находится, вот, не в стороне, он постоянно в соответствии и с федеральными такими, в общем-то, решениями он постоянно тоже находится вот в таком состоянии. Ну, что хотела бы сказать, что, конечно, фондом предпринимаются большие такие мероприятия, связанные именно с утверждением тарифа на лабораторные исследования по коронавирусу. То есть здесь в свое время фонд своевременно внес изменения в тарифные соглашения, утвержден тариф 532 рубля на вот такие лабораторные исследования. И, значит, в эти 532 рубля входит, конечно, прежде всего, это оплата труда порядка 350 рублей, значит, входят расходные материалы, реактивы, средства защиты, значит, это около 107 рублей. И 99 рублей это накладные расходы. Вот, то есть мы проанализировали у нас, в общем-то, в среднем, вот, ну, в Привозском федеральном округе Учеваши немножко ниже 410 рублей. Ну, вот, как бы, южные регионы, Краснодарский край, у них где-то порядка 282 рубля, то есть колеблется. И самый большой тариф, вот, в Московской области, там порядка более 950 рублей установлено вот на эти лабораторные исследования. Поэтому сейчас действует лаборатория у нас и в областной больнице, и в поликлинике номер 5, и, соответственно, значит, сейчас уже включился в обязательное медицинское страхование педагогический университет, их лаборатория, ну, конечно, лаборатория Роспотребнадзора и ФМБА. Значит, ну, и сейчас министерством рассматривается еще, какие можно подключить лаборатории. Соответственно, вот, на все эти исследования данная услуга, она будет оплачиваться тоже за счет средств обязательного медицинского страхования. То есть, вот, настолько, как бы, сейчас вот каждый день меняется ситуация, и мы думаем, что сейчас какие-то еще новые решения будут предприняты для вот того, чтобы все-таки наши медицинские учреждения не оказались, как бы, обделенными финансированием, чтобы оно было своевременно, и, соответственно, чтобы медицинские учреждения могли качественно оказывать медицинские услуги. Ну, мы с вами сейчас видим, что, в принципе, в ежедневном режиме таком идет очень жесткий контроль со стороны губернатора, и, на самом деле, вот он в такой доступной форме всегда, в откровенной, всегда говорит о той ситуации, которая у нас складывается в регионе, абсолютно ничего не утаивая, ничего не скрывая, абсолютно как есть, то есть, ситуацию озвучивает. И, я так понимаю, что, в принципе, вот контроль губернатора идет еще и вот исполнение этих указов, приказов, да, всех, вот, которые вы перечислили, да, то есть, безукоснительно, потому что от этого очень многое зависит. Конечно. И наши службы, и все, и поэтому вот это финансирование, да, вот это, конечно, оно очень важно, потому что без этого... Конечно, просто мы не можем сейчас допустить, чтобы осуществился какой-то сбой в том или ином медицинском учреждении, потому что мы понимаем, что сейчас наиболее еще острее встают проблемы обращения граждан, и вот мы с этой целью непосредственно тоже по поручению губернатора проводим такую медико-правовую грамотность, то есть, у нас подписан комплексный план мероприятий по медико-правовой грамотности, он у нас согласован с нашими страховыми организациями, вот, и здесь, конечно, вот в этих условиях еще более злободневным становится обращение застрахованных и непосредственно к нам в фонд, и в наши страховые организации, Ну, а согласно этого плана мы планируем проведение и онлайн таких вот, как бы, уроков правовой, медико-правовой грамотности, и пока вот апрель месяц, май, вот в таком режиме, селекторном режиме, с выходом также у нас и на телевидение, то есть вот вместе со страховыми организациями, буквально у нас вчера прошло такое мероприятие, То есть, был эфир, где тоже мы выступали и по оформлению страховых полюсов и, соответственно, все те обращения, которые у нас поступают по страховым полюсам. Ну, нужно отметить, что в дальнейшем, конечно, мы думаем, что ситуация как нормализуется, мы планировали еще и такие месячники медико-правовой грамотности, мы планировали каждый месяц, вот летние месяца, там, июль, август, сентябрь, проводить в районах города, и при этом затрагивая и, нужно сказать, промышленные предприятия, посещение промышленных предприятий, медицинских учреждений, наших центров активного долголетия, то есть затрагивая пенсионный возраст. Ну, а в дальнейшем, с момента уже начала учебного процесса, с 1 сентября, мы будем надеяться, что все это восстановится и все будет хорошо, да, то, соответственно, уже будем и выезжать в наши общеобразовательные организации, так как старшеклассники, мы понимаем, что они тоже должны иметь вот такую грамотность, да, да, и мы понимаем, что любой старшеклассник, он, приходя домой, это рассказывает своим родителям, делится, да, делится, поэтому я думаю, что вот это будет очень важно. Конечно, в рамках этого большую роль играет наш контакт-центр. Он создан, он, конечно, создан непосредственно... Это по типу горячей линии, да? Да, это горячая линия, вот, и здесь любой застрахованный может обратиться. У нас более 9 тысяч обращений уже вот прошло за первый квартал. И что еще очень важно, что, во-первых, он работает круглосуточно, а во-вторых, специалист контакт-центра, если какие-то возникают вопросы, связанные со страховой организацией или непосредственно с медицинским учреждением, он может сразу в режиме такого собеседования переключать на непосредственно страховую организацию там, ну, где действительно дадут квалифицированную непосредственно помощь вот по тем или иным вопросам. Ну, вопросы разные возникают, как я говорила, как оформить страховой полис или, например, там, что относится к платным услугам, то есть вправе меня взяли оплату или не вправе с меня взяли оплату, вот, качественно ли оказана медицинская помощь или, там, не записывают к специалисту и так далее. То есть вопросы разного характера, ну, очень приятно, что вот и на Фейсбук ко мне обращаются буквально, вот, недавно, 10-го числа тоже обратились с тем вопросом, что обращались на запись к травматологу еще в марте, до сих пор не получили, были вынуждены идти, значит, на платную, в частную клинику, на осмотр, соответственно, насколько это является тоже правомощным. Ну, было дано разъяснение, что период ожидания не более 14 дней, если дано направление, вот, значит, если были вынуждены обратиться в частную клинику, то, пожалуйста, прикладывайте все документы, все квитанции, которые вы оплатили за эту услугу и обращайтесь к нам в территориальный фонд. Соответственно, медики наши проведут экспертизу в связи с чем, как это все связано и, конечно, средства будут оплачены из обязательного медицинского страхования на вот оказание этой услуги. То есть, очень различные вопросы. И, конечно же, если мы говорим по страховым полюсам, то нужно отметить, что уже у нас те полюсы, которые в основном были с 2011 года, они уже старого образца, сейчас уже нового образца страховые полюсы. Где-то 96% населения у нас уже имеет нового образца, но еще 4% населения имеют полюсы старого образца. Но нужно отметить, что как полюсы нового образца, так и старого, они действуют на территории непосредственно России. Но, конечно же, если у кого-то еще остались полюсы старого образца, их нужно все-таки переоформить для того, чтобы в других субъектах будет легче получить ту или иную медицинскую помощь. Ну и хотелось бы отметить тоже, что 26 марта у нас страховая медицинская организация ВТБ-МС, она перешла в СОГАСМЕД, то есть путем реорганизации. И тоже хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы не переживали, что все страховые полюса, которые были выданы ВТБ-МС, то есть они остаются действующими, несмотря на то, что сейчас уже организация называется СОГАСМЕД. То есть все права, в принципе, являлись правоприемниками. Ну и тоже вот в условиях вот такой вот коронавирусной инфекции хотелось бы отметить, что тем, кому были даны временные свидетельства, потому что человек, когда обращается в страховую организацию за оформлением полюса, у нас, соответственно, берется заявление, данные полюса мы непосредственно заказываем, печатается в госзнаке, затем мы уже актами передаем в страховую организацию. И многие могли не успеть еще получить вот такие страховые полюсы. То нужно сказать, что вот в этот период тоже принимается решение на федеральном уровне, что это будут все эти временные свидетельства, они будут действовать до 31 декабря 2020 года. То есть не переживайте, даже если нет страхового полюса, но есть выданы временные свидетельства, вас обязаны вам предоставить медицинскую услугу и в любой медицинской организации вас принять, осмотреть, соответственно, оказать всю необходимую помощь. То есть это вот то, что касается непосредственно вот нашей работы именно в рамках медико-правовой грамотности. Да, ну Екатерина Владимировна, мы с вами давно уже знаем друг друга, да, я очень к вам хорошо отношусь. И вот я знаю, что если вы за что-то беретесь, да, то это четкая такая линия. И вот в плане правовой грамотности тоже вот хочется сказать, что это очень хороший вот такой раздел работы, да, который очень важен. И вот я тоже как руководитель учреждения могу сказать, что нам очень хочется, чтобы пациенты знали о своих правах, именно вот правах застрахованных. И вот эту работу надо обязательно проводить. Но помимо прав, еще есть обязанности, да. Вот одна из обязанностей, я просто хочу сейчас это подчеркнуть, чтобы наши тоже телезрители услышали, есть обязанность это заботиться о своем здоровье. Поэтому сейчас это настолько актуально. И вот даже вот, ну многие сейчас касались, это вот периоды самоизоляции, да, повышенной какой-то такой готовности. И вот эта самоизоляция даже, это сделано именно для нас самих. То есть очень хочется, чтобы люди это понимали. И это тоже раздел правовой грамотности в том числе. Конечно, конечно. Поэтому мы вот со стороны фонда тоже делаем все возможное. Мы постоянно на своем сайте размещаем всю информацию, которая связана с коронавирусом, с тем, что действительно оставайтесь дома, берегите себя, берегите близких. Сейчас такой период, когда действительно мы вот должны все сплотиться и понять, что если мы не будем выполнять те требования, которые на сегодняшний день могут привести, так сказать, к снижению вот заболевания, мы должны все равно принять все меры для того, чтобы не допускать, так сказать, увеличения заболевших и так далее. А это мы можем сделать только вот путем самоизоляции, конечно, находясь дома. И хочу сказать, что мы будем продолжать вот такие вот уроки именно медико-правовой грамотности. Тем более сейчас есть возможность лишний раз выйти в интернет. Это выходите, пожалуйста, на наш сайт. Мы всю информацию, которую нужно, размещаем на нашем сайте. Все, что связано нового, все, что связано с законодательством, все, что связано непосредственно с обращениями, которые часто к нам поступают. Пожалуйста, выходите, читайте. Мы будем только рады вот видеть. Да, я не назвала номер контактного центра. Можно сейчас это сделать. Да, 8-700-173-09. То есть, пожалуйста, звоните на наш номер. Я думаю, что наши специалисты всегда готовы вам помочь и ответить на ваши вопросы. Вот. Ну, а еще вот прям буквально тоже мне хотелось бы отметить, что сейчас вот теми же нормативно-правовыми актами вот в этих условиях, тоже с целью как бы на улучшение обстановки наших медицинских учреждений, отменены все плановые проверки, плановые проверки именно как нашего контрольно-ревизионного отдела и также проведение... В страховых компаниях тоже, да? Медико-страховых компаний тоже проверки. И именно плановые медицинские экспертизы, за исключением именно вот онкологических больных, как я говорила, сердечно-сосудистых, остальные все проверки на сегодняшний день пока отменены для того, чтобы медицинские учреждения, ну, в спокойном режиме уже занимались непосредственно вот той работой, которая в этих условиях сейчас необходима, чтобы не отвлекать наши медицинские учреждения. И, соответственно, вот как бы принимать... Чтобы спокойно справились с этой ситуацией и двигались дальше, да? Да, да. Ну, вот по поводу проверки страховой компании тоже, я считаю, что вот всегда, вы об этом всегда говорите, что, в принципе, свои права тоже надо отстаивать. Если действительно медики мы лечим, да, по стандартам, используя стандарты, клинические рекомендации, да, то можно отставить свои права. Даже если страховая компания там какие-то находит, ну, скажем, там, замечания или пожелания, да, какие-то, то это всегда можно как-то обоюдно решать и отставить свои права. И в этом плане я знаю, что вы всегда на стороне медицинских учреждений, да, ну, и проводя свои какие-то кураторские, конечно, такие, скажем, кураторскую работу проводя, все равно вы все-таки считаете, что страховые компании должны все-таки соблюдать какую-то, да? Конечно, ну, у нас есть и работа, когда непосредственно фонд уже перепроверяет за страховыми компаниями, насколько действительно, как бы, те ли требования предъявлены, насколько они действительно верно предъявлены. И здесь у нас определенная работа тоже, контроль за страховыми организациями для того, чтобы, ну... В принципе, может даже подсказать, что сказать, вот здесь вот у вас действительно здесь нарушение, тогда исправляйте ситуацию, на будущее бы повторялось. Или наоборот, да, то есть здесь все четко, все выполнено, поэтому вы здесь правы абсолютно, и все хорошо. Конечно, такая работа тоже ведется, и... Тина Владимировна, а что еще нового вот в системе ОМС, все-таки вот обязательно медицинское страхование, сейчас что-то новое еще происходит? Или что-то планируется еще вот в 21-м году? Ну, вообще, хочу отметить, что сейчас в целом у нас утвержден комплексный план переформатирования работы обязательно медицинского страхования, в том числе и фонда медицинского страхования. Данный комплексный план у нас утвержден губернатором. Конечно, прежде всего, вот повышен статус правления фонда, и сейчас правление фонда возглавляет именно председатель правительства Семикалин Александрович. Буквально у нас завтра вот в этом новом составе пройдет правление фонда в 9.30, значит, у нас там есть представители непосредственно защиты пациентов, и наши руководители, главные врачи и учреждения, значит, и городских, и сельских представителей, то есть вот и представители профсоюзов медицинских организаций, то есть вот такой вот и депутатский корпус. То есть вот завтра у нас ставится впервые в таком новом составе правление фонда, где будут рассмотрены вопросы непосредственно и отчет по 2019 году, и изменения в 2020 год в бюджет фонда медицинского страхования, и, конечно, вопросы именно финансирования учреждений в рамках вот этой повышенной готовности здесь тоже очень важно. Финансирование по итогам первого квартала. Вообще, в целом, хотел бы отметить, что за счет фонда медицинского страхования на 2020 год предусмотрено 14,9 миллиардов рублей финансирование медицинских учреждений, при этом это плюс 1,1 миллиард к 2019 году, то есть с ростом на 8%. Из этих 14,9 миллиардов, 12,2 миллиарда – это непосредственно финансирование наших государственных учреждений. Вообще, из фонда финансируется 91 учреждение, из них государственных 52 учреждения. То есть вот 12,2 миллиарда – это на 52 наших государственных учреждения, тоже с плюсом к 2019 году. И нужно сказать, что частные где-то наставляют 36 организаций, и 4 организации – это федерального уровня, это наше федеральное учреждение. Но при этом на них приходится 1,4 миллиарда – это на частные, и 1,3 на федеральные. В том числе ФМБА, значит, этот радиационный центр у нас в Метрограде федеральный. Нужно сказать, что вот только за первый квартал мы уже профинансировали на 3,9 миллиарда рублей все наши медицинские учреждения. И здесь, конечно, опять-таки, большую часть – это государственные учреждения, то есть более 2 миллиардов рублей. И, соответственно, по 300 миллионов рублей, значит, соответственно, частные учреждения и учреждения федерального уровня. Все оказано своевременно, в полном объеме, в соответствии с рейсом счетов, которые представляют нам медицинские учреждения. И вот сейчас самое главное, я думаю, что мы и завтра тоже в направлении будем это обсуждать, чтобы нам сохранить вот эту стабильность. И по итогам апреля месяца мы тоже могли своевременно, как я уже сказала, возможно, уже там по авансу, 100% авансу отдать всем медицинским учреждениям, как это уже предусматривается в нормативных документах. Вот. Ну, кроме того, конечно, у нас пересмотрен и Координационный совет в рамках вот этого плана мероприятия. Тоже, значит, его возглавляет заместитель и председатель правительства УБА Екатерина Владимировна. И нужно сказать, что у нас тоже уже состоялось первое заседание в марте месяце. Были рассматривались как раз-таки все вот злободневные вопросы, связанные и с лечением онкобольных, и вот в целом с этой ситуацией. Вот. Ну и комиссия по территориальной программе тоже у нас претерпела изменения. И нужно сказать, что сейчас тоже является наиболее злободневной, потому что все наши решения по вот утверждению тарифа на лабораторные исследования, значит, изменения в территориальную программу обязательного медицинского страхования, они решаются на заседании комиссии. И сейчас мы буквально, ну, в таком чрезвычайном режиме, то есть мы очень срочно собираемся и все необходимые решения. Оперативно все. Оперативно принимаем решения для того, чтобы только вот обеспечить стабильность финансирования медицинских учреждений. То есть очень много мероприятий вот в рамках медико-правовой грамотности. И в целом, как я уже сказала, конечно, сейчас тоже вот в этих условиях работа фонда, она осуществляется, ну, с 25-процентным численностью работников. Тем не менее, мы стараемся и дистанционно какие-то вопросы решить. То есть даже если отменены, например, плановые проверки контрольно-ревизионного отдела, есть определенные поручения для сотрудников. Они на местах, с учетом тех документов, которые на сегодня есть, прорабатывают вопросы, те, которые в дальнейшем будут необходимы в работе. Ну и также изучение законодательства. Это тоже очень важно. Вот такие вот основные решения, которые приняты, конечно, сейчас у нас немного изменится и структура по численности фонда. То есть здесь акцент большой делается именно на информационное обеспечение, потому что сейчас тоже очень важно, чтобы у нас была связь между страховыми организациями, непосредственно Министерством здравоохранения и нами, для того, чтобы нам отслеживать каждого пациента, начиная с момента обращения до момента госпитализации. Чтобы все было прозрачно. Чтобы все было видно, чтобы и страховые организации видели этого пациента, и Министерство здравоохранения, медицинские учреждения, и, соответственно, фонд медицинского страхования. То есть это очень важно. Поэтому здесь, согласно поручению губернатора, вводится должность именно замдиректора по информатизации и информационному обеспечению, так как этот вопрос сегодня очень важен. На самом деле, сейчас, если организация более открыта, более доступна в информации, значит, больше доверия к ней и больше национала. Ну, самое главное, современное принятие управленческих решений. Когда все это видят одновременно все заинтересованные стороны, это значит, что можно более своевременно принять то или иное управленческое решение. Конечно, вот сейчас вот эта увязка, конечно, с фонда и с медицинскими учреждениями, с страховыми, с министерством, она очень важна, особенно вот в этих условиях, потому что сейчас нужно будет следить, какие действительно сложатся выпадающие доходы, на сколько объемов будут снижены в медицинских учреждениях, где нужна будет помощь тому или иному медицинскому учреждению. И, конечно, это возможно решить, когда только имеешь полную заинтересованность друг к другу. То есть, получается, Катерина Владимировна, первое, это вот, значит, достойное финансирование медицинских организаций, лечебных учреждений, да, это первое, что я услышал. Второе, это, конечно, правовая грамотность, да, и как пациентов, так и медработников тоже, да, это всех абсолютно, да. Третье, это информированность, чтобы действительно вот все было открыто и доступно, да. И четвертое, что действительно вот такие оперативные, чтобы принимались решения быстро, достаточно точно, да, и сразу, чтобы это все шло в работу. Да. Вот в этом вы видите именно вот работу своего фонда. Да, это вот основная задача, и задача, как я уже сказала, конечно, настроенность на именно конечный результат. А конечный результат – это наше население, которое должно получать качественную медицинскую помощь. То есть, доступность и качественную медицинскую помощь. То есть, мы к этому с вами должны прийти обязательно. Да, обязательно мы должны стремиться к этому. Екатерина Владимировна, ну, а в чем еще, может быть, вы видите все-таки вот, что вы нового хотели бы вот принести вот в работу фонда? Вот с, ну, вы много уже перечислили, но, может, что-то еще осталось за кадром? Вы знаете, конечно, здесь большая работа вот именно по финансовой и экономической грамотности. То есть, мы сейчас уже начинаем вот заслушивание наших медицинских учреждений, значит, как сработали по первому кварталу, потому что первый квартал, он пока не был затронут вот такими проблемами с коронавирусом. Поэтому мы по итогам первого квартала у нас сложится реальная картина, и мы сейчас уже непосредственно делаем большой анализ в рамках выполнения объемов территориальной программы. И, конечно же, в соответствии с этим, выполнение и финансового обеспечения. То есть, мы понимаем, что насколько будут выполнены объемы, насколько стоимость одного случая разнится. То есть, опять же, будут приниматься решения потом соответствующие. Да, да, то есть, соответствующие решения будут приниматься. Основная задача все-таки стоит, чтобы подсказать финансово-экономическим службам, где что-то недорабатывается, где можно подключить какие-то новые механизмы. И вот это вот очень важно. Мы, конечно, когда вот вставляли план мероприятия по переформатированию, планировали такие кустовые выездные мероприятия по работе с финансово-экономическими службами. То есть, конечно, хотели прям со специалистами. Но это неплохо. Да, прям выезжать. Но вот сейчас, к сожалению, выезды ограничены. Поэтому мы провели уже видеоселекторные совещания с финансово-экономическими службами. Ну, а сейчас, проведя анализ уже по итогам первого квартала, мы приглашаем по графику наши городские учреждения, так как в пределах города мы, так сказать, выдерживая общение до 10 человек, не более. То есть, мы можем с финансово-экономическими службами проговорить, как можно будет выстроить уже работу на апрель, май, июнь, на второй квартал, чтобы те недостатки, которые сложились по итогам первого квартала, их возможно устранить и сделать действительно работу более результативной. То есть, ну, а уже 21 числа мы планируем селектор с нашими районными больницами, которые у нас непосредственно в наших муниципальных образованиях. И там уже в рамках вот такой селекторной связи тоже проговорим с каждым финансово-экономическим блоком на основании того анализа. А у нас сейчас мы уже, имея эту возможность, мы проводим большую аналитическую работу по всем показателям, в том числе и по планам финансово-хозяйственной деятельности, тоже насколько есть исполнение, как, с чем связано. То есть, мы, соответственно, тоже уже данный анализ полностью предоставим по объемам в наши медицинские учреждения в разрезе именно представления медицинских услуг, в разрезе именно, так сказать, видов лечебной деятельности, которые осуществляются в медицинском учреждении. Так как там уже будет конкретно видно, где данное учреждение, по какому виду медицинской помощи не нарабатываются объемы, и с чем это связано. То есть, вот сейчас такая работа большая ведется. То есть, вот я прежде всего ставлю еще задачу, что если выстроить грамотную работу с финансово-экономическим блоком, ну, это даст определенный тоже толчок для развития наших медицинских учреждений. Потому что зачастую просто где-то специалисты не знают, где-то не дорабатывают, и здесь нужно подсказать и просто довести до них эту информацию. Да, очень важный такой аспект работы. Ну, вот тоже вот в параллели тому, что сейчас вот мы сказали, да, тоже, что вот будет комиссия такая, да, по итогам квартала, да. Вот диспансеризация профосмотра, конечно, это одна из частей национального проекта здравоохранения, и поэтому от этих разделов очень многое зависит, и здоровье, и все, и выявление факторов риска, заболеваний. Но сейчас такая эндемическая ситуация, что, конечно, сейчас это очень правильное такое решение, что, конечно, сейчас пока как бы запрет на эти, на проведение этих разделов, да. Но хочется те, то, что сделано было в первом квартале, да, может быть, где-то там, ведь состоятся карты, да, диспансерного пациента там, что он прошел диспансеризацию. Некоторые обследования, может быть, перешли там, например, на апрель, да, скажем. И, может быть, где-то, вот, ну, будем думать вместе, наверное, да, решать это, как нам сделать, можно ли, чтобы было закрыть, например, апрелем, да, вот эти мартовские случаи, да, потому что, действительно, люди-то прошли полностью, и они уже там в какой-то группе здоровья, это же тоже важный аспект. И поэтому хочется, чтобы они именно вот в информационной системе прошли, и не было там никакого... Конечно, обязательно, и вы правильно говорите, что диспансеризация, она затрагивает показатели национального проекта, и буквально сегодня стоял свидетель селектовым освещением с Федеральным фондом медицинского страхования, и Елена Евгеньевна, руководитель фонда, она пояснила, что пока, как бы, вот это все приостановлено до особого распоряжения, но если что-то будет меняться, то, возможно, и будет ставиться вопрос об изменении показателей национального проекта, потому что понимают, что это все затронуто, что вот эта приостановка, она действительно влияет на показатели национального проекта, возможно, они будут скорректированы и изменены. То есть вот у нас сейчас такие селекторные освещения тоже будут раз в неделю, как объяснила Елена Евгеньевна, и я думаю, что все, что будет новое на этих селекторных освещениях, мы обязательно... Уже будет доводиться? Да, будет доводиться до медицинских учреждений, конечно, до Министерства здравоохранения, и своевременно решатся все вопросы. Ну и, наверное, уже в заключении нашего разговора, может, Екатерина Владимировна, хочу вот просто попросить вас, что бы вы пожелали, может быть, вот отдельно медикам, медицинскому сообществу, да, с которым вас всегда связывала такая, ну, скажем, такая деловая дружба, да, вот, и, может быть, отдельно нашим людям, жителям нашего региона? Ну, конечно, медикам мне хочется пожелать самой главной выдержки, самое главное упорство, понимаем, что на них сейчас такая ответственность, очень большая ответственность лежит, и понимаем, что сейчас приходится работать вдвойне больше в таких условиях, и здесь нужна опора близких, поэтому прежде всего выдержки самому медику, ну, и, конечно, чтобы близкие поддерживали во всем, да, ну, а нашему населению, как я уже говорила, действительно принять вот эти меры самоизоляции, и самое главное, чтобы берегли своих близких, не нарушали, вот, потому что мы понимаем, что любое нарушение режима самоизоляции может привести к риску заболевания близких, не только тебя самого, но и близких людей, к тому окружению, где ты общаешься, ну, а всем нам, конечно, прежде всего здоровья, огромного здоровья, мы понимаем, насколько это сейчас важно. Спасибо большое. Ну, и хочу сказать, что вообще вот наших жителей нашего региона всегда как-то вот характеризовало, что мы всегда были сплоченными, всегда такой одной семьей, одной командой, поэтому я думаю, все у нас будет хорошо, у нас все получится, мы справимся с этой бедой, вот, и тем более мы вместе, мы одна команда, и все идет как надо. Поэтому спасибо вам большое за такую содержательную беседу, я думаю, очень была полезна. Спасибо. Ну, что ж, дорогие друзья, на этом наш разговор подошел к концу, я всех благодарю, берегите себя, до новых встреч, ваш доктор Смирнов.